МИХАИЛ ГЛАДКИ Михаил Гладкий – звычайный человек с незвычайным лёсом. Ну вот, в этом доме сейчас уже никто не живёт, потому что я его продал. Ну, трудно вспоминать, неприятные воспоминания у меня с этим домом связаны, конечно. А речь у тым, что в этом доме, в вёсце Кирши Менского района, загинули брат и мать спадара Михаила. Одной, чай он зайшов у хату и побачил жудасное видовища. Я, как увидел, что мать лежит в крови и не дышит, я посчитал, что брат убил мать. Брат был уже двойче осуджен и не одноразово сбивал мать. В этом разе спадар Михаил не вытрымал. Ну, попался под руку небольшой такой топорик. Ну, я схватил его, забежал, а брат лежит на кровати, на живете, голова повёрнута вот так вот, в эту сторону. Глаз открытый. Ну, я ему ударил два раза. Спадара Михаила осудили на 8 годов за забойство брата и накировали у колонии. Это ужасно. Это просто ужасно. Первое время я, конечно, в себе замгнулся, не разговаривал так. Ну, потом потихоньку так что-то начал привыкать. У колонии Михаил шмат читал, отрымал три специальности. Был сам по себе. И только проспять годов он доведался, что брата забил не он. А как оказалось на суде, я узнал, что они уже к тому времени уже два дня были неживые. Ну, я считал себя виновным. Понимаете? И всё. А тут как началось, так, ё-моё, так, что такое получается? Куда они смотрели? Эксперты? Куда смотрели эти исследователи? Ну, был человек, который признаёт себя виновным. Ну, и хорошо, что ему? Чалавек отсетил пять годов за злочинство, якого не здесь нял. Суд признал Михаила Гладкага невиноватым. Я узнал, что мне положена компенсация, так я вот написал заявление. Ну, тут вот был... Суд недавно был. Ну, мне отказали. Ну, сказали, что я сам на себя наговорил. И про сгэта держава адмавляется выплачивать Михаилу компенсацию. Да и як можно оценить загубленное життё? Что было, не вернёшь, конечно. Ну, конечно, пять лет жизни. Тем более, что я, когда освободился, вернулся домой, моя жена уже была... У неё был инфаркт мозга и инсульт. Она была практически уже инвалидом. Я в декабре освободился, а в марте третий инсульт она умерла. Вот теперь у меня... Ну, детей нет. Жены нет. Правооборонцы кажуть, что в выпадку с падарагладкага добиться компенсации махчыма, але вельми тяжка. Держава завсёдень не хочет признавать себя виноватым, а тем больше в таких речах, что она незаконно осудила грамадянина, потому что, саправды, гэта будет потребовать выплаты пыльных грошовых компенсаций. Отсутность компенсации – это не самое жахливое, что могло здариться с Михаилом Гладким. За подвоенное забойство у нас, как правило, дают смиротное покарание. А на самом початку, как я сказал, сам Гладкий, в относинах его ему хотели инкриминировать забойство и мати, и брата. Уже давно расстреляли бы Гладкого, и никто бы навык не подымал бы гэта пытанья, и не турбувався по гэтаму пытанью. Вот что жахливое. И пакуль держава робець усё, каб не признаваць своих жудасных помылак, спадару Михаилу толькі и застаецца, што узгадаваць минулае жыццё, якое паламаля беларуская следчая дэ судовая системы. Здараяцца и гэтак, што ў турму можа сецці навад не виноваты. Цимае права на грошовую компенсацію незаконно осуджены. Мы запыталися у Менчуков. Он, наверное, имеет. А как по закону? Если по закону имеет, значит, имеет. Я считаю, что однозначно имеет. Почему? Ну, потому что это правильно, наверное. Так должно быть. Раз его осудили, он потратил годы своей жизни на это. Ему должны что-то возместить, моральный ущерб. Ну, хотя бы материально. Я думаю, что да, если незаконно это все дело. Ну, просто не знаю, будет ли у нас в этом разбираться. Вот я в это не верю. Насколько мне известно, наше государство не разгонится это делать. Никогда. Ни в коем случае. Ну, если он был незаконно осуждён, и это доказано, что он незаконно осуждён, я думаю, что может, конечно. Кто по вине нести отказность за незаконные присуды? Должно идти разбираться, кто виновен в этом, кто привёл к неправильному выводу. Какие были к этому причины? Ну, ответственность должен нести тот, кто совершил ошибку. Вот. Ну, степень ошибки должен определять специалист и беспристрастно рассматривать обе стороны. Должны быть посажены те люди, которые доказывали его вину. Тот, кто вынес приговор, я так считаю. Значит, либо его некомпетенция, потому что не один же выносит приговор, правильно? Там группа лиц, служб. Должны отвечать все. Мне кажется, наши правоохранительные органы, это на них возлагается вся обязанность. Значит, где-то недосмотрели, что-то не так сделали, плохо провели следствие, не взяли много тех доказательств, которые были необходимы. Ну, наверное, тот, кто приговорил, кто неправильно всё это расследовал.